Сейчас, опа, рассказываю вам таблицу текущую, ребят, давайте я вам поделюсь пока что... Так... А вот это финал сейчас, да, идёт, Крис? Вот это результаты финала. Значит, смотрите, ребят, в гранд-финале пока что на первом месте идёт господин Клаус с отрывом почти что в балл. На втором месте господин Душебой, на третьем месте господин Твой Батя, на четвёртом месте господин ВЛС и на пятом месте господин Алекс 007. Ни один из игроков в профессиональной мафии пока что не в пятёрке. Вот такие дела. Ну, ещё три игры, правильно? Ещё три игры, да. Не, ну за три игры многое может произойти, конечно, но... Да, может всё поменяться, да. Я думаю, что, например, РФ сейчас догнать Клауса за три игры будет реально уже очень сложно. Здесь нужно, чтобы Клаус 3 проиграл, РФ 3 выиграл и РФ кучу допов получил. Да, к сожалению... К сожалению, да. Очень интересно наблюдать за тем, когда РФ борется за победу. Когда он, ну, когда он чувствует, что может победить. Когда игры интереснее. Мне так кажется. Не, я жду, знаешь, я жду, когда он достанет свою первую чёрную карту и переедет всех три в три, потому что все такие, типа, не, ну, РФ такой красный, все игры сидит и... Может, может, может. А может, наоборот, люди начнут думать, что он же должен чёрную достать. Можно и так, да. Спрашивают, как договорится Мафия о динамике по проверке. Смотри, ты показываешь, типа, я проверю плюс два. То есть, проверить три, проверить три, значит, стреляется пять. Динамика по проверке довольно простая. А что у тебя... Расскажи мне, какая у тебя была самая вообще сумасшедшая динамика по каким-то вещам? У меня? Да. У меня была динамика, кого я поговорю четвёртым плюс пять. А, это я видел, да. Это мы сидели на Рофлотурике, короче, там, это типа, ну, на турнире просто игра. Добрый день, рад всех приветствовать. Желаю всем хорошей игры. Да, мне интересно, выиграем вообще или нет, сегодня красный, нет. Тупо просто вопрос такой назрел. Не очень сильно верится в это. Передаю приветствовать Тихому Заката. Он пишет, спрашивал, как у нас прошли две первые игры. Это он спрашивал в моменте стадии, когда у нас шла третья игра. Владимир, у нас три чёрных победы. У меня три красные карты. Вот, пока ноль побед у меня. Что-то ещё хотел сказать. Что-то ещё хотел сказать. Так, 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 вот хотел выставить. Ну, пока не буду никого выставить. Выставить меня, я прошу с кем-то пилиться. Смотрите, у меня просьба, такая небольшая поддержки от Красного города, помочь мне найти последнего чёрного. Я двоих вот могу найти, а с третьим не справляюсь. Он хитрый, собака прячется всё время где-то. Вот, поэтому просьба одного, помогите. Кого я не показываю, другого ищите. Всё, спасибо. Первый чёрный. Мне кажется, вы не очень хотите принимать какую-то поддержку от Красного города, если честно. Ну, по крайней мере, видимо, не от меня. У нас прям как-то именно не задаётся. То есть там, где я играю в красный, вы играю в красный, тоже прям плохо получается. Вот, не знаю, блин, выставлю один, пусть будет выставлен. Какого-то супернастроя у меня на игру нет. Я играю в красный, понятное дело. Мне кажется, наверное, если бы было чёрным, настрой бы был получше. Какого-то, блин, желания с один играть особо нету. Атаковать его тоже желания нету. Просто пусть он даст какую-то информацию дополнительную. Либо покажет цвета, либо попирится и поговорит. Ну, то есть что-нибудь полезное, чтобы помочь как-то найти вас с игроком красным. Например, в прошлой игре получилось. Вот, в этой игре пока нужно что-то большее, чем это речь. О том, что вы можете найти двух чёрных, а третьего не можете. Потому что лично я пыталась помочь, честно. Без шуток, я пыталась помочь найти красного. Один-три сыграю, но первое нужно слушать на папиле. Фраза у два, то что я, ну, как вы сказали, игрок номер два, то что если бы я была в такой чёрном, то типа всё было бы отлично. Странно это, вы проиграли игры, типа две, я думаю. Если бы вы были там, ну, там, или красная, или чёрная, ну, неважно кто, всё равно, мне кажется, ничего не было бы вот так. Поэтому... Чёрная победа, красная и два поражения. Так, я же объясню. После проигранных игр, наверное, у типа каждого... Бэмби и Рэф ещё не были так близки, Бэмби в пленнике. Всё, это не жёстко, я ещё послушаю. А у Рэфа футболка сливается с креслом. Ну, он сыграю в этих три, просто типа если в один-два, типа есть, ну, типа это мафия, думаю, пока что это больше два. Пока. Но потом, возможно, передумаю. Ну, да, я очень сильно подозреваю. Три странная речь, вы сами в ней запутались, по-моему, вы сами не поняли, за что именно вы предъявили второму игроку, потом начали оправдываться, что это всё не жёстко. Почему вы начали оправдываться, если вы действительно подозреваете? Даже если не смогли сформулировать аргумент, это странно. Третий игрок не красный. Я пока красный, красный. Третий игрок не надеялся, вы просите поддержку. Я в этой игре красный, я хочу, чтобы вы тоже были красным и нашли чёрных. Во мне искать не нужно в этой игре, я не первый, и не второй, и не третий чёрный. Я надеюсь, что вы чёрных найдёте, я вам помогу, если вы красный игрок. Игрок номер два пока для меня самый сложный, наверное, здесь цвет. Смотри, Малина, я понял ту часть, в которой ты говорила, что хочешь там быть чёрный сейчас, а не красный. То есть в этом плане у тебя, ну, понятно, что настроен на чёрный было бы больше. Но не понял, ту часть где ты разбирала речь один. То есть в этой игре он вроде не сделал ничего плохого, и мне кажется, на данном этапе, например, как раз вот эта мысль, которую я предлагаю внести, допустим, я не чёрный, во мне не ищи, это уже был бы хороший ответ на его посыл, который ты вроде бы поняла. Смотрите, игра будет тяжёлая, игрок номер четыре. Очень важно, чтобы вы слушали мою речь, я вас не подозреваю, я уверена в том, что игрок номер один, игрок чёрный. Мы играли три игры. Привет, Женя, раз. Привет, Женя, два. А шо такое, господин РФ? Ну, поняли, оно сами... Это ваше оружие, однако один игрок чёрный. Привет не передал, до свидания. Сидит, что-то улыбается, это какая-то милая речь от игрока номер один. Я думаю, один чёрный, это не шутка. Он дважды, блин, привет передал, а тут ничего не передал. Поэтому один для меня подозрительный. Я играю с игроками 2-4-6. 6 показал, два не красные. Замечательно, я надеюсь, что после речи игрока номер 3 вы передумали. Для меня 6 игрок не подозревали. Вы думаете, 2-4-6? Да, это моя команда на данный момент. Третий сам в своей речи запутался. Мне 6, был аргумент по нему, короче, что он чёрный, не показывает цвета. А здесь одна речи, два вылез, показал, два не красные, два для меня красные. За немножко токсичную речь в сторону игрока номер один. За то, что она с ним не сыграла, за то, что она получила фолл. Три аргумента, почему два красные для меня. В первой игре показывался, когда был чёрный. Может быть, я услышал, но, по-моему, господин Реф передал привет господину Тихому Закату. Он сказал, что он спрашивает, как идут игры. И там три игры было в поражении. Нет, я что-то не услышал. Поэтому с пятым игроком я не сыграю. Сыграю пока что с игроком номер 4, 4-6. Потому что в игроках один-два я не забрался, а игрок номер 4, игрока номер 3 подозревает. Игрока номер 5 я красным счёл, только потому что на речи первого игрока не услышал то, что услышал я. Врут или красные? Красные врут редко, поэтому я пятого игрока суперкрасным сейчас считать не буду. Немножко тухлый эмоционал, да. Я всё думаю, зачем я провёл шестого игрока в прошлой игре, а теперь я сидя дружно в штопбоксе. Это знак явный. Почему у тебя два не красные было? Объясни подробнее. Мне не очень понравилась фраза, что вот я была бы призадорена, если бы я была бы чёрной, и мне это не... Ну, я не считаю так. Мне кажется, игроки хотят показать свою красоту и никогда не рассуждать, что вот была бы я чёрной, я бы вообще сейчас так улыбалась, это было бы прям суперкруто. Я не думаю, что я так делал на красной карте, честно говоря. Не стал бы так говорить. Я буду бы сказал, я мавкс, да, я мавкс. Мне кажется, четвёртый только что вывел шестого на полупризнание как-то, потому что он задал вопрос, а шестой не смог сориентироваться и ответить, почему он вторую не заиграл. Я сыграю в команде 2-4-5 и, скорее всего, с 10, но, по крайней мере, до речи, потому что у десятой такое лицо, у десятой такое лицо. Вот она говорила, что будет доставать красный, и у неё, ну, просто по лицу, может быть, на речи переобуюсь, но она по лицу была вот расстроена, и, видимо, четвёртую красную карту может достать подряд. Вот, плюс она на речи пятого игрока показывала, что шесть, а зачем ты берёшь? Я думаю, шесть чёрный. И пятый игрок, понимаете, очень глупо на месте шестого игрока, при том, что пятый игрок заочно его берёт в свою команду отказываться от пятого игрока. Поэтому я думаю, что шесть здесь может быть чёрным. Его спровоцировал четыре, он не смог найти внятного ответа. Третий подозрительно, это правда, мне кажется, Клаус уже достал, точнее, устал доставать активные карты. Устал доставать активные карты, поэтому моя команда два, четыре, пять, и с десять по лицу до речи. Мне кажется, три, пять, шесть красные, кстати, в этой. Так, я играю один, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне кажется, здесь мало игроков чёрных. Я понимаю игрок номер семь, что вы подозреваете шестого, но для меня, смотрите, пять заочно играет шесть. Говорит, шесть красный, почему ему просто не сыграть с игроком номер пять? Зачем он начинает объяснять, что ему не понравилось в игроке номер пять? Поэтому для меня шесть игрок не чёрных, я для меня чёрная. У игрока номер один, вы поняли, за что я чернила пять игрока номер один? За то, что он не передал привет жене. Она сказала, что он чёрный из-за этого. Первого была хорошая речь, он пожелал, ну не знаю, позитивно. Мне понравилась бы речь, когда я не понимала себе первого. Нет, Маша красная, я думаю. А сейчас я посчитала уверенный игроком красный. Смотри, Космос, если он чёрный, для меня он поговорил хорошо. И не считая аргумент по жене очерняющим аргументом. Три поговорил плохо, два, мне кажется, не поняла, что первый красный плохо. Четыре, для меня тоже не красный, вы, конечно, берёте эту команду два-четыре, но мне кажется, на первой половине много чёрных игроков. Завис? Сайт завис, да. Самое хреновое, когда он на голосовании зависел. Так, я играю в команде уникальной. Один, четыре, шесть, восемь, десять. Ой, как плохо. Менее уверенно с один, наверное. Да, уникальная команда. Душубой, походу, красный. Ну, вот так нельзя поиграть, вот я так поиграл. Смотрите, я играл какие-то логичные команды, меня сняли вперёд чёрной промерки. Правильно? Ну, пришло время какие-то нелогичные играть. Вообще, смотрите, что я подумал. Давайте какую-то простую именно игру сыграем. Вот, ну, три игры, каждой игры какой-то абсурд происходил. Попила не было, меня сняли вперёд чёрного. Там до этого тоже какой-то... А, все считали шестую доном, сняли меня. То есть, давайте простую какую-то игру играть в простые вещи. Есть чёрная проверка, уйдёт чёрная проверка. Тут признаться, ну, и так далее. Вот это мой, наверное, посыл на эту игру. Подозреваю немного два, потому что, ну, у нас примерно одинаковая ситуация, но настрой у меня абсолютно другой после игры. Так, братаны, а как по лицу находите? Чисто расскажите маркеры, плиз. Может, я это, как бы, скрин сделаю, потом распечатаю и буду держать. Так, я не хочу, чтобы первый перелился со вторым игроком. Я защищаю, короче, второго игрока. Пока что протекция на этот круг от меня есть. Вот, хватит её щупать, хватит трогать. Для меня красные два, четыре, пять, семь и неподозрительные девять. Вот, возможно, в чём-то ошибаюсь. В чём-то девятый мне просто казалось, что он не сильно... Да, я понимаю, восемь, нет. Четвёртый, очевидно, красный. Я не понимаю, как можно было выкинуть четвёртого игрока, четвёртый очень красный, опять я просто сыграла правильной команде. То, что вы говорили там, шесть, и бла-бла-бла, я понимаю. Я заочная, просто заподозревала, когда он показал, два не красные. Это было настолько... Он как-то так, это под себя показал, как будто бы... Ну, вот что-то не так, как будто бы он имитировал свою красную игру в прошлом. Грубо говоря, поняли, о чём я говорю? Вот. Я бы проверила первый игрокан, и мы сейчас его переслушаем, но я бы проверяла куда-то в один пяти, там бы вот точно, мы уже знали вектор. Вот. Как-то так. 26. Мне кажется, что 10 красная сыграла с чёрным с кем-то между 7-9. Думаешь, 10 красная. Если пока что нет, она чёрная сегодня не достала. 2, 4, 5, 10, мне кажется, красный. Может быть, даже и 6 красная, не уверен. 6 просто он какой-то расстроенный слишком. Мне кажется, 3, 5, 6, 7, 9, максимум один чёрный, вот мне кажется. Так, я прослушал, 10 с кем сыграл? 2, 4, 5, 7. А кто между 8-9 было? 9, да? 2, 4, 5, 7. Смотрите, ну тупых нет, да? Смотрите, третий сказал, что красный 6, подозрительный 1. Потом сказал, между 1 и 5 проверить нужно. Кстати, я играю точно 3, 4, 5, 6. И не против 9, понятно? Смотрите, Шериф проверяет между 1 и 2. Я думаю, здесь есть чёрный, понятно? Дайте, проверьте меня. Только не надо мне говорить, что я проверенный красный. Просто проверьте и молчите. Я сам вскроюсь. Так, я против проверки 1, сорян. Мне кажется, если вы красный, вы можете заплыть не туда. Для меня 2 красные, потому что чёрная 8. 2, блин, со штанов выпрыгнула, показать, что чёрная 8. 8 – это абсолютно чёрный игрок. Я очень редко такие слова использую. Но закатать с игроками 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, короче. Она ещё, когда попросили проверить 1, она выглядела на стол, показала, я сказала, 1 красный. Это что такое вообще? Для меня 8 – чёрная, поэтому красный игрок номер 2. Почему не подозреваю? Хорошая проверка 3, мне кажется. Я тоже подозреваю 3. Думаешь, это хорошая проверка? Блин. Ну, не, мне кажется, просто, что много красных. 2, 4, 5, 6, 10. Всё, сейчас кажется, там много красных. 4, 5, 6, 10. Блин, я цвет малины не очень хорошо просто понимаю. И по речи 8, мне кажется, что может быть красный 1. Мне кажется, у 2 есть опция после предыдущей игры, после… с таким эмоционалом сесть в игру. В общем, из-за того, что маленькие паузы между играми… Ребятки, я забыла динамику, стреляем в 2. Вот, мне кажется, что когда маленькие перерывы между играми, люди не успевают отойти. Вот, и мне кажется, что у 2 была опция за этими эмоциями просто скрыть черную карту, начать ныть, типа, что ой, меня там заголосовали, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Она вообще, как бы, этого не сделала и не сделала ничего, чтобы попытаться быть красной. Поэтому, мне кажется, что 2 красные. И так лениво обсуждала речь игрока номер 1, поэтому… Ну, это да. Это, конечно, не жестко 2 красные, но… С малиной у меня вообще, в принципе, это, наверное, самый сложный цвет, который есть за столом. Я бы куда-то проверку, типа, в 8-9-10 кидал бы, типа того, если ты думаешь, что это красная. Нельзя проверить 9, когда 10 сказал 9 красный, 1 сказал 9 красный, ты проверишь 9 красный, тоже непонятно, куда играть. Можно проверить 8, например. Ну, 8, да, можно. 8 проверить в черном, понятно, что 5 красный. Так, то есть шрифт 10 черный. Да, 10 шрифт, я уверен. А у тебя первый красный. Она заблокировала проверки 2-8, изначально хотела пройти проверить 8, но проверила 1. Смотри, я вскрылась раньше, я сразу вскрылась. Что такое? Смотри, для меня очень красная 10, для меня очень красная 10. Поэтому я подумал, ну, это не просто. Вот, но я думаю, действительно, на нашей половине мало черных. То есть, ну, 1, 2, 3, 4, 5 должна быть какая-то двойка. Ну, если 6 раз, то черный мог ошибиться. В общем, я подумал 4-7-10 красный. И я до этого подумал, для себя 4-7-10 красный, и 10-ая вскрылась. Вот, на этой 4-7-10, наверное, должен быть какой-то черный 2-3. Вот, ну, так должна быть какая-то двойка, если 8-ая до он. Вот, думаю, красный 4-7. Спасибо. Короче, мне кажется, что 8-я не шрифт, потому что она не давала проверить. Я практически убеждена, что 8-я игрок черный. Я так думаю. Я искренне думаю, что 8-я игрок черный, за ту речь, которую она сказала. Мне показалось, что она черная еще до того, как она вскрылась. Получается, черная 2-10, и кто-то еще. Смотрите, ну, все. Я устала от этих игр, где я потом становлюсь каким-то игроком красным, который в итоге снимает. Пусть я буду сразу либо игроком красным, который руинит, и его снимают пораньше, потому что я думаю, что 8-я игрок точно игрок черный. Либо я буду каким-то игроком, который будет голосовать игроков черных, если 8-я реально игрок черный. Почему 8-я черные? Смотри, Нина, ты мне рассказывала там не так давно о том, что есть какой-то connection, и тебе кажется, что ты понимаешь мой цвет, и так далее. И была какая-то речь о том, что конкретно я игрок подозрительный. Вот, первый игрок красный на данный момент, я так понимаю, из двух сторон. Я не буду играть против первой, и не планировала до этого. Я просто сказала, что мне нужно послушать фитовые цвета. Восьмая вкриглась сказала не проверять один, я сказала первый красный, 10-я проверила первой. Так, я из игры слегка выпал на этот рух, потому что все сказали, что я мапом, я заиграл только РФ, который по всем версиям, я так понимаю, у игрок, ну, типа красный. Потому что, ну, я думаю, все поняты почему, поэтому я послушаю обязательно его. Не знаю пока, кто швит. Кстати, Космос меня восьмая в команду не брала, поэтому тут у вас ошибка, я думаю, что стоит больше красный за вот этот мув, ну, типа я маф, ладно, типа сдаюсь. Но вот это в конце речи, но вот он, когда красный, вот, типа этом лобби, мне кажется, он так, ну, типа пока что больше, типа красный 6. Все окрасняют Алекс, не знаю. Просто мне пока чуть-чуть трудно искать черта. Смотрите, после, если он красный 4, я красный, красный 6, да? Да, я просто думаю, ну, мне кажется, что в любом случае просто тогда, ну, тихо лишь у меня будет, но вот она мафа 2, но я просто выставлю так, просто. Вот уже сейчас буду просто выставлять и слушать. Смотрите, игрок номер 6. А вот меня хотите услышать? Почему 7 больше красный? Он хорошо поговорил, он очень чило вот так вот в конце круга сидел, мне кажется, ну, он бы был чуть более напряжен, как черный игрок, если он черный игрок. Позиция у него была адекватная, заиграли его потом. Я не вижу оснований для жесткой атаки в 7. Вы и в ноль у меня спрашивали, типа, кто 7, почему он больше красный? Сейчас спрашиваете. Это у вас самый черный игрок за столом? Вам больше ничего не интересно, кроме того, кто 7? Все, отстаньте от 7 пока. Тут более важные вещи есть. Нахватались фолов. Так, смотрите, игрок номер 8. Почему вы для меня меньше шериф? Значит, что вы сказали? Вы играли 1, 6, 7, 8, 9, 10. Кто игрок номер 4 у вас спрашивала полстола, когда я сыграл с 1, объяснил, почему черный 3 и общался с 2? Для меня она была нейтральная. Вы? То есть, смотрите, если вы шериф, вы должны внимательно слушать речи. Внимательно. Я сказал, что 8 черный. Госпожа Бэмби, вы подозреваете, что я могу быть черной с 8 или нет? Ну как, больше, ближе? Да, да, нет, нет. Нет, ну быстрее, непонятно, да? Может быть. Ладно, хорошо. Да не ерунда какая-то. Мне кажется, я закатала вообще в полный салат неправильно. Выставляю 6. Ну как, мне тоже в полный салат. Давайте посчитаем игру. Мне кажется, по всем версиям игроки 1, 4, 7 красные. 4 просто красные для нас всех. 7 тоже для нас всех красные. 1 не может быть черным ни с 10, ни с 8. Вот. Остаются цифры 2, 3, 5, 6, где есть какие-то 2 черных игрока. И мне кажется, что 3, 6 с ним вместе черные. Да и 2, 6 с ним вместе черные. Я не понимаю, кто с 8 черный вообще, которая сказала, что красный 1 и сказала, что первый не проверяется, потому что 1 точно красный. 3 сказал, что 6 больше красный. Я понимаю. Да и слушай, я не доверяю им. Вот это никто. Ну, я как бы после фразы 3, 6 не вместе, где 3 дает меня красным, не думаю, что так можно сыграть. А еще я, смотрите, такой глупый черный. Сижу один за столом, меня никто красным, кроме третьего особенно, не считает. Говорю, 7 черный у меня по игре. Я самоубийца. Просто подозреваю. Игрок номер 7 сказал, аргументация моя по второму игроку неликвидная. Сейчас игрока номер 2 подозревает много людей за столом. Правильно? Игрок номер 3 подозревает игрока номер 2. Игрок номер 5 сказал, что 2 не такая красная. Там сидит двойка мафал где-то в 2, 3, 5, 6. При этом сказали, что 3, 6 не вместе. Значит, если с позиции пятого игрока красного, 2 должно быть точно черный. Или я что-то не понимаю. Я услышал именно так. 2, 3, 5, 6. Двойка мафал. Один еще. Один черный по всей версии игры. Ну, мне кажется, восьмая не комиссия. Ну, доны в этой игре. Отстрел. Ну, прокричать отстрел можно на договорке сказать. Отстрела не будет. И все. Почему? Вот что, три фала. Вот. Да какая разница. Заиграла десятую, проверила десятую. Что? Почему? Вот только за этот аргумент, у меня 6 может быть сейчас красным. Он говорит, что я черный у него, потому что, ну, как бы, я ему сказал, что аргументы по 2 не ликвидны. Я не сказал, что аргументы не ликвидны. Просто когда 4 сказал, почему ты не сыграл с 2, у тебя была очень тяжелая вот аналитика по игроку номер 2. Поэтому я подумал, что это полупризнание, а не потому, что аргументы были не ликвидны. Мне кажется, что если Нина настоящий шериф, то после того, как она говорит, что играет в команде 1, 6, 7, 9, 10, идти проверять десятого игрока, это просто очень плохой мув. Если она подозревает игроков 2, 3, 4, 5, почему она проверяет Ладно, она считает 2 безапелляционно черные. Хорошо, почему не проверить между 3, 4, 5 тогда, по ее логике, если она сыграла в команде 1, 6, 7, 8, 9, 10 и идти проверять именно десятого игрока. Нина, если ты шериф, который ловит 3 фала, который дает отстрел, который не состоится. И, ну, просто, ну, это, я не знаю, но это очень плохо просто, если ты шериф, нам не повезло. Кто думает, Шер, Билин? Так, господин Реф, скажите, с кого речь начать, потому что тут люди будут поздравлять ни с кого. Ну, скажу, там, 25, 68, 57. Игрок номер 5, что это такое? А сейчас 8 посидит, 8, безапелляционно черная была на 0, безапелляционно черная. А теперь 8 посидит. Игрок номер 8 крикнул, она отстрела на 2, минус 3 умер 9, минус 3 у 5. Очень странно. Смотрите, господин Реф, никогда, если черный 2, 10, не будет первой проверенным красным. 8 кричит, я вскрыла самая первая, а черные самые первые не вскрываются, правильно? Групп номер 8 заблокировала проверку в игрока под номером 2 и в игрока под номером 8, поэтому я пошла и проверила игрока под номером 1. Да, она заблокировала проверку в 2, крикнул у него отстрел. Изначально я хотела идти проверять 8, чтобы найти цвет пятого игрока. Но потом она крикнула от стрела на 2. Я не могу проверять 2-8, поэтому проверяла первое игрока. Первый проверенный красный, мне лично кажется, что точно красный 7. Он только говорит, мне кажется, это очень по красному. Он правда игрок номер 6. Мне кажется, прям 7 очень красный. И четвертый не черный. И шестой, я не знаю. Так это что, это космос такая черная получается? Ну все, давайте. Вот так, сейчас, секунду. Это что, это голубчик состоит на голосовании? Все, для меня тоже есть черный 5-7. Давайте голосовать 5-7. Все считают шерифом 10, поэтому умрет сейчас игрок номер 10. Неважно, кто настоящий шериф, умрет игрок номер 10. Вот, голосование 5-7. У меня нет двух красных 5-7. 2-3 не имеют черного, 4-6 я считаю красного. Поэтому 5-7 точно есть игрок черный. Вот, такие дела. Что-то еще хотел сказать. Что-то еще хотел сказать. А, Маш, смотри. Привет, жене, передаю. Слышишь, а... Ну просто... Меня сейчас снимут 7-7. Нет, я голосую в 7-7. Те, кто снимет, если ты красный, оставишь баланс черного. А может быть, 1-10 вместе черные? Пятая, походу, красная просто. А первый предложил голосование между 5-7. Первый закроет в 8. Франклин, это не тот, нет? Ты отошел, да? Понял. Не, он отошел, ребят. Значит так, блин, извините, разучилась за 3 игры играть черный. Я была в первой игре игроком черным. Вы все руки, блин, в одно место. И языки позасовывали. Все сказали, что красный. Снять нафиг отсюда, блин. 10. Я закатала против 8-0. Я сказала, 8 абсолютно черный. Если черная с 8, блин, я руки в нее соберу. 10 черная, 10 черная, мне плевать. 10 черная. Пусть потом плачутся 10 черная. Я сказала, что 8 черная. Я сомневаюсь, потому что я не знаю, кто черный, блин. Ты меня руку поставила. Ты своими руками меня поставила. Меня очень слит эта игра. Я не разобралась. Для меня красный игрок номер 1. Я не подозреваю игрока номер 7. Мне кажется, что 1, 4, 7 красный. Все черные сидят игроками. 2, 3, 6. Я не знаю, кто шериф. Все. Меня просто 10 выбесило. Я бы наказала 10. Я бы реально наказала бы 10. Потому что она сидела, блин, ничего не понимала. Я расчехлила. Меня слышно или нет? Да, тебя слышно. Ты пропадал, да. Окей, окей. Микрофон отключил случайно. Что, непонятно? По одной речи очень плохо определяться. Точнее, не так. Без речи 8. Ребят, там картинка появилась. Смотрите, я не знаю, видел кто-то или нет. Сейчас я быстро покажу на стриме. Чисто как Космос и Илюша играют в мафию. В каждой второй игре, ребят. Мне кажется, пятая была реально красная. Сняли по беспределу. Может, один, десять вместе черный. Чего они все первого красным-то называют? Пересказал голосование между 5-7. Пятая, по-моему, красная. Седьмого красным очень много кто называет. Красная, да. Ну, я не знаю. Два красная и шесть красная. Вот три игрока, которые, мне кажется, красные. 8-10 только один черный. 3-4-7. Да, нет. Первый красный. Первый красный. Три черный. Кай проверка у 8. Три красный. Сейчас я буду думать. Мне кажется, аргументы про то, что 8-ая заблокировала проверку на 8 и на 2, это, ну, учитывая то, как Нина любит покричать отстрелы фейковые. Я думаю, так. Красный 5 точно ушел. Я не понял, 6-7, которые проголосовали в 5. Это вообще к игре мафии мало отношений имеет. Шестое сказал черный 7. 7 сказал подозрительный 6. Но может быть красный, вместе проголосали в 5. Я бы сейчас снял 7. Не голосовал бы ни в 3, ни в 10. Я бы просто снял 7. 8-3 проверенный красный, да? Для меня черный 2-7-10. Спасибо. 3-5-8 красный. Так, из 4-7... Нет, сейчас будем слушать. Я понятия имею? Все. Маф точно 2. Она просто, типа, свою ручку куда-то вот так вот тягостила. Первый игрок в этой игре точно красный, типа, сказал. Между 5-7, типа, ставим руки. Я поставил 5, потому что у 5-ой в 2-3-5-6 есть игроки черные. У меня 6-ой больше красный. По версии 5-ой, скорее всего, теперь играл черный. Я поставил 5. Команды 5-ой в 8 вместе... Типа, быть не может. У Бэмби 5-ая ушла мафом точно. Сейчас или 10, или 2. Все. 5-ая, 5-ая ушла, сказала. 4-7-10, по-моему, черная. 5-ая в 3-е красный. Сиди 6-7 мне кажется 7 чернее. А 2-10 не команда. Типа, что ты делаешь? Они говорят, да, у меня плохие, ну, там, все вот это вот, типа, речи. Но я сейчас... Я бы сейчас снял 10 и попросил бы 8-ой проверить 2 или 4. Факер, кто шериф? 8, да? Не знаю. Смотри, РФ, зачем ты объявил голосование 5-7? Поголосовали бы 2-3-5-6, как предлагала сама 5-ая. Я не очень сильно подозреваю 7. Может быть, это моя проблема? Может, поэтому у меня какой-то неправильный счет игры? Так, ну, товарищ будет стоять в любом случае. Мне кажется, 2-10 не команда, потому что нет проверки 1 красный. Так, ну, по одной версии что-то вроде там 3-6-8, по другой что-то вроде 2-7-10. И потом по другой версии двойка черных вывела 5. Да, в 0-5 говорила 8 точно. Черная пробалансировала здесь. Ну, вы подожгли космос. Все, не надо апеллировать к тому, что оставляла 5. Вообще к этому не апеллируйте. Ерунда. Надо думать. Надо думать. Я поставил в 5 ручку, потому что у меня, во-первых, 5 никогос такой красный. Потом она сказала, 8 сидит точно, хотя у нее 10 шериф. Я не понимаю этого. Я этого не понимаю. 7 ближе к красному. Выгоняем 2. Клаус, ты только что навтыкал второму игроку за то, что он скинул ручку. А четвертый игрок скинул ручку в тебя. Тебя это не смущает? Сказали, свободное голосование 5-7. Комфортно? Почему Клаус собирает руки в бане? А если 4-7... Вторая сказала 10 точно, шериф тогда. Точно. Да, вообще странно. А я думаю, а если 4-7 и 10 мафы? Ты можешь в это поверить, нет? Нет, это не по черному. Мне кажется, это наоборот по красному. Им на этот круг нужно точно... Ну, типа, 4-7 друг к другу видят. Говорят, цвета на 0. Либо черный 2-3-8. Либо черный 2-3-8, поэтому он, типа, ничем не рискует. 5-4 ближе к красному. Да мы уже в прошлой игре сказали, что, типа, Алекс ближе к красному. Покатали. Я буду думать еще. Но команда 3-6-8 мне невкусно. Мне, типа, невкусно. Потому что я красный. Да, серьезно. 4-7-10. Команда четвертая у меня сейчас спрашивает, кто для меня больше шериф. Я говорю 8. При том, что я сыграл против 8 на прошлый круг. Просто мне очень странно. Игроки 3-5-6... Точнее, 3-6-7 вместе с 10-ым игроком ставят руки в 5. Она идет проверять третьего игрока. Она проверяет третьего черным. Ну, слушай. Ну, потому что первый попросил... Да я не знаю, ну, блин, ну, бред. Что-то мне кажется, все мы черные реально. Сейчас мне не нравится... Мне сейчас не нравится шериф... А, ты уже показываешь, что я не красный. Ты уже показываешь, что я не красный. Хорошо, я понял. То есть, голосование 5-7. Я подозреваю 6-го. 6-й меня спрашивает на прошлый круг. Типа, ты считаешь 4-го красным, я показываю 4-го красных. Да, у меня голосование 5-7, которое объявило красная проверка, которого мы все считали красным. Он сейчас отстрелился. Я проголосовал в 5-е, я не стал разбрасывать руки дальше. Он говорит, снять 7-5 на ухо. На выходящей речи говорит 7-красный. 1-7-2 красный. Голосование. Так, игроки 6-7, пожалуйста. Игрок номер 1 ушел. Пожалуйста. Вот даже если вы подозреваете игрок номер 6, игрока номер 7, правильно? 10, не умерла. Вы что, не понимаете? 3 проголосов... Ты голосовал, Клаус, в 5? 3 проголосовал в 5. У нее черная команда 3-8. Значит, кто-то должен ехать. Все говорили, что в этой игре шериф игрок номер 10. Почему умер игрок номер 1? Он уверенно оставил черную команду 2-7-10. Девятый игрок неуверенно оставил. Он сказал, я не знаю. Смотрите. Да не надо 10, надо закрыть. Она сняла 5. Я не снимала 5. Сейчас все пацанули, сняли игрока номер 10. На продолжение игры хватит уже заливать этой игры. Я эту игру не отпущу. Мы выиграем эту игру. Неважно, кто среди вас красный. Мы выиграем эту игру. Сейчас всеми руками уходит игрок номер 10. 5 стал баланс 10. 5 сказала, 8 посидит. Единственное. Вы все сказали, что я уйду. А 5 сказала, 8 будет сидеть. Поэтому для игрока номер 10 черная команда 3-5-8. Где 3 снял 5. Все, уходит игрок номер 10. Так, Нина, я не знаю, откровенно говоря, зачем ты так кричишь. Я ни разу не видела, что ты черная так кричала, откровенно говоря. Я удивлена сейчас. Смотрите, ребят, я не доставала сегодня ни одной черной карты. Понятно, что... Ни одной черной карты я сегодня не доставала. Все сказали, что я шериф. 5 ушла за то, что она сказала, 8 точно черная в ноль. Это абсолютно черный игрок. Это ее цитата. После этого все проснули, все сказали, что я шериф больше. Душан Б умер, сказала, что я шериф. Все сказали, что я шериф. Душан Б. По версии Душан Б 10 шерифов. 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 Мне показалось. Вот в ноль я был уверен, что ты супер красный. Дальше по тому, как проходила игра. Мне казалось, вот тот уверенный тон, который у тебя был в ноль, он куда-то исчез. Как будто ты начал волноваться, как на критике обычно волнуются мафы. Поэтому мне показалось, что ты черный. Сейчас должна уйти два, а не я. Почему два по версии восьмой чернее, чем я объяснять не нужно. Она была уверена, что 10 шерифов. Она на критике проголосовала в 7. Я на критике снял 10, если что. Поэтому даже если я вдруг в какой-то вселенной черной в команде 2, 4, 10, два очевидно чернее. А если команда 5, 6, 10 вообще какая-то? Ну да, возможно. А скажите, а мы версию типа 3, 5, 8 не будем рассматривать? Или потом подумаем над ней? Может сейчас можно по второй бахнуть? 5, 6, 10, так нет, 10 снял опять. Седьмой в этой игре уверенно красный. Его атаковать нельзя. Кто его атакует, те черные игроки? Но только мне можно, потому что я дурачок. Ну а что мне делать, Клаус? Смотри, у нас все цвета известны. Ты вроде бы красный пока что. Между 2, 4 как бы есть маф, которые 2 побольше маф. Потом отстрелят седьмого игрока, а я буду сидеть в угадайке типа 3, 4, 6 и думать, кто же из вас маф. Точнее, кто из вас дон, 8, 10. Чего буду я или уж? Не, 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 мне это не нравится, мне это не нравится. Там была команда 3, 6, 8, она уже выиграла в 3, в 3, правильно? Значит, я не 3, 6, 8. Значит, команда может быть только 3, 5, 8. Или 10, 2, 4. Я других команд не вижу, я двухсторонний красный. А молодой человек на среднем боксе тоже двухсторонний красный. Там сейчас будут про мемы рассказывать что-нибудь такое, я видел видео на ютубе. Но по игре, наверное... Не, я мимо не буду рассказывать. Клаус, ты берешься за цвет шестого, что он красный? Ты берешься, что он больше красный? Ну, просто ты не уверен. Ну, мне просто, меня реально смутило. Я, скорее всего, да, в 2 проголосовываю. Просто меня реально смутила переобувка Алекса по поводу моего цвета. При том, что, да, я на предевятке, я сказал, восьмая не шериф с проверкой 10 черный, это невозможно. А потом я переобулся, сказал, что восьмая больше шериф. Ну, потому что по игре мне показалось, что проверка 3 черным очень плохо. Вот, со стороны Бэмби. И мне кажется, она смеялась просто, когда уходила уже. Мне показалось, что она смеется. То есть у нас 3, 5, 8, как 5 пакует восемь? Нет. Поэтому я буду отыгрывать от того, что восемь шериф. Просто десять. Зачем давать? Вот если десять с два, реально, вот зачем ей давать первого красным? Чтобы на антилогике вторая... Ну, просто вот зачем? Так, ну, если, например, черные 3, 7, 8, это уже потрачено. Смотрите, реально, если черные 3, 7, 8, допустим. Мы выиграли 3 в 3, ты черная. Ну, я черная, получается. Ну, все, блин, мне же лень даже думать. Мне казалось, восемь черные, я убеждена была, что восемь черные. Мне все еще кажется, что восемь черные, поэтому я думаю, что опять восемь могут быть вместе. Вот. А если восемь шериф, это очень грустно, потому что реально Мина там перед этим рассказывала, что у нее есть какое-то там понимание моего цвета, а получается, что нету. То есть я ее в основном атаковала за то, что она вновь сказала, что я игрок подозрительный, поэтому мне казалось восемь именно очень черные, за то, что до этого когда-то она говорила, есть понимание моего цвета. У меня каких-то особо аргументов нету, я думала, шериф 10. Вот. Если черная 10, то получается мафы 4, 6, 10. Ну, тогда это ответственность третьего игрока, потому что он сказал, что 6 красный, поэтому мне все равно. Вот. Я игрок красный, но вы все равно проголосуйте мне. Так, ну, второй игрок на свою речь, ну, вы сами все поняли, а типа она черная, типа я с ней быть вместе, ну, вообще никак не могу, я ее, типа, все круги кушал. Смотрите, просто, ну, скажу, просто чип-то в поле. Команды 5, 3, 8 нету, типа где 5 просто тип-тип показывает так, тип-тип показывает так, типа где я оставлю, просто тип-тип группу 5. Все, чип-тип команды нету, вот Ryan на своей речи призналась мафом. Смотри, факер, кто из них больше черный, последний, я говорить пока не буду, я пока говорить не буду, потому что возможно убьют или тебя, типа, или меня, вот. Я пока не буду говорить кто черный, я послушаю и сейчас все решу, все. Сейчас, сейчас по два, все. Ну, типа РФ сыграл прям очень хорошо. Вы прикиньте, он единственный, кто взял меня в ноль в команду, только он это сделал. Мне, кстати, кажется в 4.6 краснее сейчас 4, мне кажется 4 похоже красный в этой игре. Серьезно, мне просто... Просто смотри, ему не было смысла переобуваться на 7 черный, на прошлый круг. И чтобы потом 7 проверился красным, он-то знает, что 8.7 проверится красным. А шестой дурачится, понятно. Да, шестой постоянно дурачится, да. Вы рофите или нет? Да я серьезно не понимаю, ну просто скажите, мне же не смешно. Ну, меня уже сняли. Да вы шутите или нет? Ну, пожалуйста, я игрок красный, я хотя бы подумать могу. Тогда черный, наверное, 5.8, потому что 10 не сняла бы свою пятую, правильно? Черный 5.8. Мне кажется... Да я знаю, что 3 голосовал в 5. И 6.7 голосовали в 5, Алекс. Вот в чем дело. 3.6.7.10 проголосовали в 5. Не знаю, там есть какой-то черный, который... Или... Команда 6.7.8 не может существовать, потому что 3.8 в одной команде по версии. Хотя ты голосовал в 3, может быть и 4.8. Блин, вы так смеетесь, как будто вы разобрались. Как будто РФ разобрался. Смотрите, он оставил 2.7.10. Браво, это ж супер! Он же в прошлой игре снял меня на 2.2, правильно? Ну, это ж как бы... Двойка черный, 2.7.10 вы показали, да? Поможем РФу найти последнюю мафу. Ну, реально... Интересная игра. Ну, по простой версии, сейчас снимаем 4, игра выигрывается. Но мне кажется, что 4 краснее, чем 6. Сейчас слушаем, у Гадака 4.6. Вот ты бы в кого руку поставил? Я точно бы слушал. Завещание, наверное, я бы оставлял против 4. 4, смотри. 4 сделал деструктивное действие на кругу при семерых. Он сделал так, чтобы завещание 5 нивелировать. Он сказал, что 5 была на эмоциях, поэтому она оставляла там неправильное завещание. Могла оставить неправильное завещание. Кстати, возможно, да. То есть, был такой момент, я на это очень часто обращаю внимание. То есть, я так понимаю, например, что 4.8 не в одной команде. Потому что на критике, ну, на мниме критике, черные не говорят такие вещи. Они, наоборот, давят на завещание там, ну, игроков, которые уходили. Так. Так. Ну, а что мне остается, Алекс? Ну, вот скажи, мне шериф завещал, мне шериф завещал. Ну, мы же не будем говорить, что 10-й шериф. Ну, не будем говорить, что 10-й шериф. У тебя-то, понятное дело, голосование в 6. Я ставлю... Я ставлю так. У второй... Вторая сдалась. У нее там 3-3 было. 3-7-8. Команда черная. Это сумасшествие какое-то. Вот. Блин. Ну, смотрите. Тут просто третий ручается за цвет 6. Вот третьему и решать. Вот третьему и решать за цвет 6. Понятное дело, вы друг против друга будете играть. Я не знаю, кто 6. В любом случае хорошо сыграл игру. 34-5-6-9. Много красных там внутри. Ну, смотри, Клаус, да. Что мне тебе доказывать? Почему четвертый маф? Я не знаю. Только вон один раз ручку скинул в тебя и все. Хотя ты проверенный красный. А я тебя не очень сильно подозревал. Я втопил пятый. Да. Я втопил пятый за то, что он сказал. Первый не передал привет. Я сказал 5-7. У меня есть один маф. Вот я так подумал. Ну и господинеров так подумал. Правильно? А там мафа по всеми семье не оказалось. Он сказал 5-7 по очереди голосовать. Мы бы вылетели в 3-3. Я снял 10. Я проголосовал во вторую. Ты тоже снял 10. Да. Но в тебе-то никто не сомневается. В тебе-то никто не сомневается. Вот. Вот. Я просто думаю в игроках 4-7 игрок номер 4 понимает цвет седьмого, а игрок номер семь не так хорошо понимает цвет игрока номер четыре. Как мне кажется. Только исходя из этой логики я могу как бы что-то сказать. Я еще пытаюсь в прошлой игру вспомнить, где факер отсылили на седьмом боксе сразу же. А Алекс у нас доехал. Вот. Так. Я послушаю. Ну смотри, Алекс. Я не буду врать. На. Процентов. Ну, короче, много. Я поставлю в тебя. Ну, потому что смотри. Ну, я объясню. Ты в меня поставил руку. Я красный. Я сказал 2 в этой игре маф. Ты сказал 2 на 0 очень красный. Ну, по факту она маф. То есть. Типа ты уже, ну, пошибся. Прикинь, если команда реально 3-5-8. Я, кстати, Болис играл 4 без 2. И они выиграют эту игру 3-5-8. Да не-не-не. Спасибо. 5 уходило по-другому, мне кажется. 5 уходило так, действительно, что могли сыграть потом против черной 8. Ну, сказать, что 5 была красная и черная 8. Она говорила, нужно 10 наказать. То есть она не говорила, что 10 черная, а 10 нужно наказать. Прям у всех был типа 4 красный. Плюс 3 голоса от 5, когда у него была опция голоса от 7. Потому что первый говорил, что будет голос от 7. Поэтому мне кажется, что... Так, смотрите, я очень хочу рассмотреть версию 3-5-8, но не буду из-за того, что 3 снял 5. Поэтому теперь вспомните несколько вещей. Первое. Все назвали меня красным в ноль. Второе. Я выводил десятую на критике, когда я говорил, что у меня 7 черные. До этого показывал 8 черные. До этого говорил 3 черные. Но я снял 10, когда 10 дала 3 проверенным черным. Я объяснил каждое свое подозрение. Я объяснил, за что подозревал 7-го. За то, что он перестал звучать так уверенно. Я объяснил, почему показывал, что 8 черная. Потому что 8 что говорила? 8 сыграла 1, 6, 6, 7, 10. Где я сыграл с 1, общался с 2 и выкинул 3. То есть с ее позицией мне заиграть 4 было очень странно. Я не говорил, что 2 черная, но я не говорил, что 2 красная. Я вновь сыграл с 1. За что я заподозревал 3, я тоже говорил. У вас была какая-то странная претензия к 2. Вы не могли ее сформулировать. Смотрите, я красный. Я всю игру реально старался, думал, потел. Если я черный, зачем мне чернять этого седьмого? Зачем мне просить проверку? Что не понимаю, что я уйду потом, если он красный? Короче, я думаю 4 красный, если честно. Я реально думаю. 4 черный. Чат, кого голосуем? Чат, 4 красный или черный? Пишите. А, 3-5-8 реально, 3-5-8. В натуре. Серьезно, 3-5-8. Черной карты хватит, уйдите. Ё-моё. Зато интересная игра. 3-5-8, ну опять же, я рассматривал прямо до последнего, но тяжело. Тяжело, потому что надо в угадайке уже определяться и на кого-то работать. Я не могу сидеть и продолжать жевать сопли, типа не знаю, 3-5-8 или 2-6-10. Мне тяжело, мне уже надо на кого-то работать. Я принял свое решение, я ошибся. Не думаю, что я бы убедил 6-го, что 3-5-8 это хорошая команда, потому что как бы сильно я не подозревал 3-го игрока, голосование 3-го в 5 было невынужденным, 3-й мог слить руку в красного 7. Это я объясняю для 6-го игрока и для всех красных, и для всех зрителей, почему я не стал рассматривать эту версию. 2-6-10 это более простая версия, чем 3-5-8, именно из-за того, что у 3-го невынужденное снятие 5. То есть, да, для меня был очень черным 3, но так как я уже в цветах наошибался, например, я в какой-то момент подумал, что черный 7, когда он был красный, я не стал брать на себя ответственность, все переворачивать, вспоминая завещание РФ и то, как в целом складывался стол. Все, черные молодцы, поздравляю с победой, моя ошибка, мое поражение. Кстати, реально, мне кажется, ну вот на проверке 7 нужно было понять, что же это странное происходит за столом. Именно от того, что 7 проверенный красный, потому что, ну... Так, победа Мафии. Мафия 3, 5, 8, 8, Дон, 10, Шериф. Бэмби реально была Шерифом. Нина, конечно, сегодня орет просто на победы. 1,4 протеже. Бэмби 0,3, душебой 0,35, кстати говоря, неплохо. Космос 1,1, Клаус 1,4. РФ что-то в минуса все сильнее и сильнее уходит у нас пока что сегодня. Блин, ну протеже реально жарит жестко. Тут, конечно... Ладно, осталось две игры. Сейчас будем больше от красных играть. Без этого. Просто для меня была непонятная речь Насти, когда она начала задавать вопросы. Нина, почему ты кричишь? Или что-то такое. Ты думал, что она призналась, типа... Да не, ну не то, что призналась. Я просто не понимал, ну, на что направлена эта речь. Что, 8 должна с ней проголосовать на этот круг или что? Ну... Короче... Непонятно. Вот, не, ну... Черные молодцы и поняли. Единственное, конечно, да, что 8 показывала, что она точно шериф. Тоже непонятно кому. Это, наверное, понятно было, чтобы, ну, чтобы застрелиться. Это понятно, но... Блин, ну, пятая, конечно... Да. Я же говорю, я на таких антилогических черных, я всегда сыплюсь, потому что... Я подумал, ну, это нонсенс пятого слота сидеть и въезжать просто в РФ так жестко. Это реально самоубийство и... Реально было самоубийство, походу. Вот. Да. 2 сказала, 3, 7, 8. Черные. Короче... Короче, да, интересно. Это сложная была еще игра, потому что факер, ну, в какой-то момент очень черным стал. Вот. Ребят, голосование MVP чуть выше по ссылке. Проходите его. Крис, можешь еще пару раз... Скажу честно, факер был для меня черный с нуля. Но я думал, черный есть в 7, 9, с которым играет 10. Ну, типа, после убийства 9, я думал, 3, 7, 8, 2 черных. Да, эти 7-то мне был самым красным. А может быть, даже не 2 черных, а 3 черных. Ну, стоит реально заметить при этом, что сегодня, несмотря на то, что красный город тупит, но черные реально играют хорошо. То есть они придумывают... Конечно, черные стараются. Молодцы. Да. Видишь, на самом деле, хорошо, что есть денежный приз, потому что у людей есть мотивация бороться хотя бы какая-то. Недавно протеже после промаха и отстрела шрифа во вторую ночь поднялась со своим мафом, и их третий выиграл в угадайке. Ну, мне показалось просто, что Нина Дон, именно потому что она как будто бы готовилась к вскрытию со своим, типа, отстрелом. Но потом это вот реально бывает такое просто, что, типа, стол уверен, что что-то правильно, а потом проходит еще один круг, и весь город просто внезапно разворачивается в какую-то другую мысль. Вот. Иногда, кстати говоря, потому что что-то слишком легко игра складывается. Вот реально, типа, 3-5-8 команда, но слишком легко, и город думает, типа, да не, фигня какая-то. Ну, все понятно, да. Черные были на кругу присмотреть только 3-5-8, потому что не было отстрела 10. Когда 8 никто не верит, у нее 3 фала. Ну. Мне изначально, вот, что я тогда не успел сказать, мне изначально казалось, что 8 не шериф, потому что, когда первый просил себя на проверку, и другие показывали, что можно проверить один, 8 показывала первый красный, я говорю первый красный, типа, что первого не нужно проверять. Обычно шерифы так не делают, потому что они знают, что они будут делать эту проверку, и они знают, что они просто его не проверят, ну, этого человека. Ну, да. Все. Поэтому мне казалось, что 8 не шериф. Но потом я слушал две речи, и мне казалось, что 8 лучше поговорила, нежели игрок по номерам 10. Вот. Потому что Настя обиделась на протеже, оказывается. Ну, не то, что обиделась, но расстроилась, что протеже там как-то покричала. Непонятно. Да, кстати говоря, ну, мафия в этом плане игра, которая очень показывает, насколько коллективное мышление и давление может... Ну, то есть, иногда, знаешь, ты заходишь в игру, вот, допустим, да, человек зашел посмотреть 10 минут круга, когда все говорят, что 8 точно Дон, и выглядит так, как будто эта игра это легкий автовин для красного города. Ты уходишь на 10 минут, возвращаешься, вообще уже ни один игрок за столом не рассматривает версию, что 8 Дон. Уже ноль игроков рассматривает версию. Что произошло? Восьмая покричала, десятая покричала чуть меньше, и произошел странный отстрел. Все! Это все, что произошло. Вот. Да, да. На самом деле, вот ты вообще задумался над тем когда-то, как работают завещания, в принципе, за любым столом? Вот, ну, это, возможно, немножко не по игре этой, но вообще, как работает завещание? Когда умирает сильный игрок, оставляет завещание, то дело не в том, что люди дальше начинают просто прислушиваться и играют в одну калитку. Дело в том, что люди после этого начинают более внимательно слушать людей и искать ошибку в тех вещах, кого оставили черным. Ты видел, что я показывала первое, я думаю, что это черное, ты обязательно это надеюсь. О том, что если неправильно ставили завещание. А к черным, действительно, кто черный, их не так внимательно слушают, как красных. И в красных начинают искать черного. Короче, это очень просто сделать, короче. Так, сейчас будем стартовать пятую игру. Перестали, но перестали подозревать, потому что ты снял пять. Это, выиграла игру, это офигенный ход получился. Ну, по игре, конечно, может быть, не очень бы получилось, если бы меня сняли вместо десятой. Но в итоге... Если бы не было руки третьего в пять, я бы играл в 3-5-8 в итоге. Но рука третьего в пять для меня лично все решила. В пятой, в три, в пять, в шесть. У вас только мафа в два. Я говорю, что он красный шесть. У пятой я обязательно мафа. Значит, смотрите, у меня на сакасте сидит Франклин сейчас, ребят. А в чате сидит 22. И самой шокирующей новостью за прошлую игру была проверка 7 красный. Вот это реально проверка, в которую уже никто не мог поверить, мне кажется. Ребят, я сейчас скажу. Я был в ужасе. Ну, я не мог поверить, что 7 красных, потому что я был уверен, что 2-5-6 красный. Я защитила от первого и второго трюка, собрала от 2-4. По-любому черный, 100%. Потом я взяла 5, 7 и 9. Сказала, что 3-8 для меня точно черный. Потом, когда первый пилился, я сказала, что черный, если вы начали на 1-5, нужна тогда проверка, чтобы разобраться. Вот. После этого собирала руки в пять, потому что пятая сказала, что 8 точно для нее черный. Черный, безапелляционный, на скажем так. Потом девятка, когда все сказали, что я шлиф, она сказала, что 8 посидит. Я собрала руки в пять, сказала, что для меня точно красный 7. Я сказал, что передает привет, но это полная чушь, короче. Предвещала беды красные, ни слова не позволили в сторону, ни слова красные, ничего не говорили плохого. Ничего, абсолютно. Пятая ушла кричала, 8 верещала. Ни слова красные не позволили. Стоп, стоп, я без претензий. Я к тому, что моя речь обоснована именно этим. Я в шоке, потому что красные ничего не делают, а черные кричат. Поэтому моя речь начиналась с тех слов, что я удивлена. Я удивлена, что черные это делают. Потому что зачем? Красные никак не пытаются преимущество получить. Никак. Абсолютно. Мы ничего не делали. Мы слова не сказали. Все, мы начнем. Все, давайте, ребят. Всем приятной и хорошей игры. Победы, наверное, наконец, красным можно. Все-таки 20% винрейта для красных за первые пять игр сегодняшнего дня можно, наверное, обеспечить. Вот. Вперед. Да, 4.